Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Как обычно, надеюсь, программа «Живые» с 8 до 10 по будням. В этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми живо беседуем, беседуем. Песни они нам поют замечательные свои. Знакомим мы вас с ними очень близко и подробно, и будем надеяться на то, что сегодняшнее знакомство, если вдруг вы не знаете этот коллектив, окажется таким же приятным, как и многие предыдущие. Но рассказывать о коллективе, который сегодня здесь, я особо много не стану, просто потому, что группа известная, группа популярная. А уж говорить, если о ротации своего радио, то одна из самых любимых групп для аудитории своего радио. Это правда. Я нисколько не кривлю душой, как есть, так и говорю. Традиция у нас есть добрая. Знакомимся мы сразу после того, как музыканты сыграют что-нибудь из своей изготовленной уже программы. Посему, не отступая от традиции, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. До свидания, Хиросима, любовь моя, Я истратила столько чернил на твою смелость. До свидания, Хиросима, любовь моя, Я свидетель тысячи и одной смерти. Я пришлю тебе фото из следующей жизни. Я пришлю тебе фото из следующей жизни. Где я, где я, у большой воды постигаю сновь, Как отражать себе небо и все отпускать, не жаляя лететь. Став облаком пара. Ва-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… Ла-ла-ла-ла-ла До свидания, Хиросима, любовь моя Я пришлю тебе радости контрабандой Я пришлю тебе фото из следующей жизни Я пришлю тебе фото из следующей жизни Где я у большой воды по стенгаю Сон, как отражать в себе небо И все отпускать не жалея лететь Снов потопла, кампарауаааааааааааааааааауааааааааааааааааа... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова — Честь и совесть. — Не в тот микрофон говоришь. — Честь и совесть. — А еще ум. Это очень важно. Подтащи к себе, пожалуйста, эфирный микрофон поближе, да, вот так, чтобы тебе было лучше слышно. Дальше поехали. Давайте мы хотя бы раз за эфир музыканты должны бы подойти к микрофону. Ладно, вот тут еще один есть на всякий случай. Флейта металлофон Роман Резник. — Привет. — Молодец, он рядышком. Клавиши Блэк Флейта. Блэк Флейт. Мне очень нравится играться в эту историю Блэк Флейта. Блэк Флейта Олесь Чарабукова. — Привет. — Привет, привет. Скрипка Ольга Густева. — Добрый вечер. — Хорошая фамилия для того, чтобы ходить в гости на радио обычно. — Ненадолго это уже. — Да? Ненадолго? — Да. Недолго и гостевой быть уже. — Ага. Я помню, у меня был случай, когда Рожева вышла замуж за Харина, и, в общем, так и осталась примерно с одной и той же фамилией. — Харина Рожевна. — Да-да-да. Тарас Балык-бас. Тарас, можно... — Нет, он не хочет со своего стула отрываться от него. Ну, бог с ним. Как решил. Алексей Александров ударный. — Бодрый вечер. — У него свой микрофон, ему бежать никуда не надо. Чувствует себя комфортно, удобно и уютно. Итак, сразу вопрос задам, причем не свой, хотя у меня тоже этот вопрос возник. Владислав Быков задает. Первый вопрос. Что случилось? Почему такое короткое название альбома? — Понимаете, полное название не поместилось. Полное название звучит так. «Необитаемый мир после ядерного лета и второго пришествия группы «Битлз» при участии инопланетяна Поросенка Пети». Но это не поместилось на обложку. Дизайнер сказал, я не буду этого делать. И я говорю, ну, давайте оставим просто необитаемый. — Я хочу познакомиться с этим дизайнером, пожать ему руку, во-первых. А во-вторых, на самом деле, глядя в глаза этому дизайнеру, пожимая руку, сказать, что он неправ. Почему? Объясню. Потому что есть масса примеров того, как длинные названия делают, по сути дела, произведения. Есть чудный совершенно автор, Артур Копит его зовут, это британский автор, самое длинное зарегистрированное название пьесы за всю историю театра. «Папа-папа», «Бедный папа», «Ты не вылезешь из шкафа», «Ты повешен нашей мамой» между платьем и пижамой. — У нас в прошлых два альбома назывались примерно так. — Вот примерно так. — Да. «Папа-папа». — Ну, «Сон белой яблони», «Алистичься на древесном духе, пришедшем на водопой». — Да-да-да. — Вот. И именно это название делает, по сути дела, пьесу. Пьеса замечательная, кстати, но люди реагируют на название прежде всего. «Боже ж мы, что это?» И идут смотреть. Потом получают удовольствие. В данном случае можно было бы все название и поместить. Чего? Квадратик-то большой. Кстати, альбомчик красивый получился, очень изящный. — Да, альбом очень красивый. — Ну и по музыке, конечно же, я уверен, и по оформлению. А как зовут того художника? — Художника зовут Артем Артяков. Я надеюсь, я ударение поставила правильно. Это интернет-художник, силар 113, его ник. Мы случайно нашли его ВКонтакте. Эта история вообще невероятная. Я увидела картинку, мне она понравилась до безумия. Я думаю, наверное, какой-нибудь японский художник, потому что похоже на какое-то качественное, супер-такое аниме. Написала этому человеку, нашла его. И оказалось, что он слушает группу немного нервно. То есть он еще проверял. Он не верил, что это я ему написала. — Жеванный крот. — Говорит, это точно вы? — Да-да. — Говорю, ну да, это точно я. Я попросила его нарисовать, объяснила, как это должно быть. Присылала песен. И он прочувствовал и нарисовал на 100% то, что было нужно. Вот что главное. — Сейчас слушая тебя, вспоминая вчерашний эфир, у нас появились два новых мема, ругательных таких. Жеванный крот и щука, брат, нам подкинули вчера это дело по эфиру. Теперь я всякий раз, когда восхищаюсь, говорю, жеванный крот. — Все пошло по ля-минору еще можно говорить. — По ля-минору? В общем, да, можно и так. Давайте так, я сейчас сообщаю, как с нами связываться, на всякий случай, если вы вдруг этого не помните. 46-47, это короткий номер для смс ваших. Сначала пишите свои, делаете пробел, а потом уже все ваши вопросы, переживания, эмоции, впечатления делитесь, колитесь. Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио. Там все просто, анонс уже давно выложен. Красивая фотография с крылышком на заборе. Судя по всему, это забор. — Да, это забор. — И крылышко, и гопенка в черном. — Почему в черном? Это темно-синяя. — Ну, у меня черная, черно-белая фотография. Ты же знаешь, что она здесь темно-синяя у тебя. Вот черная и все. Там, кстати, в анонсе группа немного нервно выделена синим. Это, значит, активная ссылка. Кликаете, оказывается у них в сообществе. Это тоже важно. Ну, а что касаемо видео, зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио, плюсовая радио.фм, там сверху есть плеер. Рядом с логотипом онлайн-аудио слева, онлайн-видео справа. Кликая на онлайн-видео, вы оказываетесь в картинке, которую нам предоставляет любезно Планета.ру. Чудо совершенно. Портал краудфайдинговая платформа. Там же есть чат, в котором тоже можно отписываться на предмет эфира. В общем, все сообщил. Все сообщил. Какой это по счету уже у группы альбом? Это пятый альбом, но шестая пластинка. Там еще один сингл проскочил между этим всем. То есть мелькнул? Ну, да. Хорошо. Хорошо. Теперь вот какой-то момент хотелось бы для себя определить. Чем, ну вот по-твоему, по твоим ощущениям, эта пластинка концептуально, например, отличается от предыдущих? Во-первых, звучанием. Это самый тяжелый наш альбом. Вот кроме шуток. Там максимально такие утяжеленные, ну, для нашего звучания, аранжировки. Джи-джи, электрогитары даже там есть. Джи-джи? Да. Труба там есть прописанная. Сочнее, корнет, а не труба. А кто играет на трубе? Играет некто наш друг Аллан. Его здесь нет. Он сейчас занят другими делами. Но, в общем-то, он записался. Записался прекрасно. Он такой, он безумный композитор. Такой, безумный трубач-композитор. Так. Вот. И, ну, опять же, этот альбом попытались концептуально объединить. Он мрачнее даже, чем предыдущие электрические альбомы. То есть со снами о земле его вообще не стоит даже сравнивать. То есть ты идешь во мрак потихоньку? Ну, нет, не в том дело. Просто обложка во многом отражает вот цветок, прорастающий сквозь что-то, противогаз, что это какой-то... То есть лес. И название необитаемое. Я платье вспомнил. Сейчас я спрошу, почему он черный? Ты скажешь, нет, он синий. Его таким напечатали. Я уже скандалила с типографией. Он темно-синий. А должен он быть темно-синим. У нее все так. На фотографии платье черное, нет, темно-синий. Альбом я держу в руках. Он черный. Говорит, нет, он должен быть темно-синим. Но я так понимаю, что это тираж. Уже завтра он будет темно-синим. Поправить тираж, он будет темно-синим. Хорошо. Это твой любимый цвет? Нет. Нет, просто цвет этого альбома. Это не мое платье. Ну что вы прицепились к нему? Тихо, что тут прицепились? А, это не платье, это кофта, да? Это же не моя кофта. А трусики там, ну в смысле шортики белые. Я понял теперь. Логотипом просто перекрыто. Трусики, да, шортики нет. 4647, это короткий номер для СМС. Ксвои, пробел, дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Мы, я так понимаю, вы пошли уже по альбому. Первая песня на этом альбоме. До свидания, Хиросима, любовь моя. Так и будем идти? Ну, приблизительно. Что дальше-то будет? Дальше будут черные травы. Как всегда живой звук. Темно-синие травы. Как всегда живой звук в программе «Живые» здесь сегодня немного нервно, со своим новым альбомом «Необитаемый». Поехали. Чёрные, чёрные, чёрные травы сквозь асфальт её обнажённых голем. Она любит меня, словно пленная, приговорённая. Чёрные, чёрные, чёрные реки текут из её опустенных век. И я просыпаюсь прострелянным и беспомощным, как ребёнок. И нет никого с нами, и нет ничего проще. Наполнена с нами пустынная площадь. Иди по ней медленно, раз-два, дыши теперь ровно, раз-два. И нет никогда, не было, и нет ничего, кроме... Белая, белая, белая кожа, и синяя весь из разорванных струн. Она скоро уйдёт, бесшумная, словно кошка. Тут так, где отброшена, будто одежда, Тело без боли и без следов. Моя тонкая, грустная, нежная, я почти готов. И нет никого с нами, и нет ничего проще. Наполнена с нами пустынная площадь. Иди по ней медленно, раз-два, дыши теперь ровно, раз-два. И нет никогда, не было, и нет ничего, кроме... Чёрные, чёрные, чёрные реки текут из её опущенных век. И я просыпаюсь с простреленным и беспомощным. Чёрные, чёрные, чёрные травы сквозь асфальт до её обнажённых колен. Чёрные, 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 чёрные травы сквозь асфальт до её обнажённых колен. Она любит меня, словно пьянная, пригожённая. Она чёрный, чёрный, чёрный травы сквозь асфальт до её обнажённых колен. Чёрные, чёрные, чёрные травы, чёрные, чёрные травы сквозь асфальт до её обнажённых колен. Коллективу под названием «Немного нервно», с их лёгкой, чистой, прозрачной музыкой. То, ну, понятно, «До свидания, Хиросима, любовь моя». Вспоминая Хиросиму в определённых ситуациях, в общем, понимая, что «Выжженная земля», дальше «Чёрные травы», «Я не делаю зла». Это название песен. Временный блюз, временный, потому что всё когда-либо заканчивается. Это слоутрек Кармагеддона. Понятно, да. «Над мёртвым городом сон», это, кстати, та песня, которая идёт сейчас в премьерах на своём. «Хозяйка борделя», что очень кстати в Хиросиме было бы. Да. «Маленькая смерть», это ещё песня, название которой я сейчас зачитываю с этого альбома. «Колыбельная на одной струне», потому что всех остальных уже нет, я так понимаю. Просто выжгло ядерным ударом, просто спалило всё вокруг себя. И бонусом, что будет после меня? Это вопрос, который Катя задаёт космосу. В завершении того, что вот на альбоме прозвучало. Того, что она творила. «Скажи мне, дорогой мой человек, а чего вдруг-то? Почему так тяжело вдруг?» Так не тяжело. Если вслушаться, на самом деле, в этой мольбе много весёлых песен. Да. Ну как, ну бодреньких. Просто вот так. То есть в белую простынь и по улице бодренько туда. Это знаете, как мы в Турции были недавно, и там нам турки исполняли в своей манере странной, на странном турецком инструменте песню «Расцветали яблони и груши». И такие говорят, о чём эта песня? Я говорю, эта девушка вышла на берег реки, смотрит, не идёт ли её любимый, который ушёл на революцию. Он не идёт, потому что он умер. Они такие загрустили, говорят, а нам казалось, такая весёлая песня, такой мотивчик. Я говорю, ну да, я люблю испортить веселье. Знаешь, как, кстати, по-турецки «Родина»? Нет. Ну потом поищешь в интернете. Я не могу это слово произнести, оно в русском языке звучит очень неприлично. Так уж вышло. Я когда видел хор, детский хор поёт эту песню, употребляя это слово постоянно, ну, «Родина, Родина» и много-много всего. Я думал, боже мой, вот так русскому уху дай такое послушать. И, в принципе, оказывается, что ты слегка съезжаешь с катушек. Нет, ну, у всех своё видение. Родины. И Родины тоже, да. Кстати, в этом контексте слово-то понравится, я полагаю. Значит, хочу передать посередине привет из Запорожья, пишет Эскандер Максимус. Есть очень важный вопрос. О, Максимчик, привет. О, есть очень... Свои? Да. Есть очень важный вопрос Кате и всем остальным. Когда вы выпустите новый клип? Давай про клипы. Я не знаю. Понятно? Спасибо большое. Всё очень сложно. В общем, Максимус. Следующий вопрос. А сегодня быстрые ответы, я так называю. Сегодня вечер быстрых ответов и таких весёлых, мрачных песен. А чьё это влияние, мне интересно, на тебя? «Чёрные травы хороши», пишет Филипп Август. Конечно, хороши. Я, в общем, Августу верю. Я ещё раз возвращаюсь к вопросу. Что повлияло на такую сумрачность лёгкую? Очень многие из этих песен были написаны, на самом деле, в момент нашего переезда в Москву, четыре года назад, когда мы жили в шестером однокомнатной квартире в городе Александрове. Нам было нечего есть. Прямо за балконом начинался лес. Можно же говорить, что вы изначально украинская группа? Конечно. Запорожская группа. Да и вообще просто, ну, мы же альбомы формируем концептуально. То есть вот ни одна из этих песен в «Сне о земле», например, выйти не могла бы. И там, даже в альбоме «Не вынуждая меня» это ни одна из этих песен не могла бы выйти. Ну, а в альбоме «Не вынуждая меня» песни «Чёрные травы» никак не могла бы выйти. Ну, нет, никак. Там другое. Там как бы «Не зли меня, собака бешеная», а здесь уже «Необитаемо». Это разные уровни. То есть уже сильно сволочь разозлил. Ну, да, уже как бы всё. Так я не услышал. Поэтому вот получилась такая подборка. На самом деле есть такой процент нашей аудитории довольно большой, который нас винит за «Сне о земле», о том, что они слишком лёгкие, слишком нежные, слишком светлые. Вот вы хотели мрачника получить, и вот вам как бы всё. А как можно винить-то за это? Оказывается, можно. Не всем же нужно, как бы, не всем нужно слушать весёлую музыку или светлую музыку. Кому-то нужно слушать что-то страшное. То есть это всё равно состояние катарсиса некое, которое происходит. Ты слушаешь там, не знаю, какого-нибудь Death Metal, а из тебя в это время бесы твои выходят. А как бы, а ягала себе Стена Баху, у которого сегодня рождение, они бы не вышли из тебя, например. У каждого свой путь. Ну, тогда тебе нужно работать с голосом. Ну, чтобы дальше, чем более мрачный альбом, чем больше, да, в голосе тревоги должно появляться. Гролл должен появляться. Ну, иначе ты своим чистым, светлым, нежным голосом всё это красиво... Нет, оно всё равно остаётся красивым. Ты понимаешь, что парадокс-то в чём? Это у японцев, по-моему, у восточных людей смерть — это красиво. У них даже траурная одежда белого цвета. Да. Вот есть такое ощущение, что не случайно тебе показался японцем тот художник, который делал альбом? Ну, абсолютно точно. Почему он мне понравился? Потому что все его практически работы соответствуют этому настроению. То есть необитаемый. На самом деле, эта музыка, то есть это не конец. Вот этот альбом необитаемый, то, что нарисован на обложке, и то, что можно услышать, прослушав весь альбом до конца, это то, что нет на самом деле никакой точки в конце, чего бы то ни было. За точкой следует новое начало. То есть необитаемый мир — это мир, в котором что-то закончилось, и начинается что-то новое. А где название альбома в полном? У тебя на бумажке было написано. Я не смогу этого произнести по памяти, поэтому прежде чем вы споёте следующую песню... Ну, там сбоку. «Необитаемый мир» после ядерного лета второго пришествия группы «Битлз» при участии «Инопланетян» и «Поросёнка Пети». Так называется альбом группы «Немного нервно», сокращённо. Мы решили, чтобы не ломать язык ведущему, чтобы у него не случился катарсис где-нибудь за 40 минут до конца программы абсолютной. Называем альбом «Необитаемый». Сегодня презентация этого альбома в программе «Живые». Как будет называться следующая песня? Я не делала зла. А у неё есть второе длинное, полное название? Нет. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня немного нервно. Поехали. Смотри, печаль моя светла внутри кипящего котла. Все так, как ты сказал, мой мир тонет слезом. Билет на выход и на вход в груди ударит и замрёт. Ответ сразу на все, поставь точку в конце. Поехали. 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 Сорвать, как тумку, как смерть лететь. Я не тезла, не везла, не видела ничего на кровь твою. Я не децла, а моя тела из ларька святая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Ну, хорошо же. Да, хорошо. Весна такая у нас, знаешь, как в том анекдоте, да? Сынок, какое сейчас время года на улице? Лето. Ну, какое же лето? Минус 40, метель, снежище. Ну, такое вот хреновое лето, да. У нас такая вот весна сейчас. СМС-портал читаем. 46-47. Это короткий номер для СМС. Сначала пишите свои пробелы, а дальше все, что адресовано группе. Немного нервно. Спасибо. Давно ждал эти прекрасные песни в альбомном качестве. Всегда рады видеть вас в Самаре. Сейчас поговорим о том, где вы будете. Какие у вас мероприятия намечаются. Рома из Санкт-Петербурга написал вот, что привет, ребята. Какие вы все красивые сегодня. Катюша, ты бы знала, как успокаивающе действует твой голос. Я просто расслаблен. Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста, я не смогу быть 3 апреля на концерте. Рома из Санкт-Петербурга. Хорошо так начал, да? В итоге пришел совершенно... Давай рассказывай, где, чего, когда, какие ближайшие у вас планы на концерты? Две прямо больших презентации 2 апреля в Москве, 3 апреля в Санкт-Петербурге. 2-я Москва, 3-я Санкт-Петербург. Дальше начинаются всякие 5-я Тверь, 7-го Белгород, 8-го Курск, 9-го Рязань, 10-го Нижний Новгород, 11-го Чебоксары, потом Гурал, потом что-то еще и так далее. То есть большой тур? Ну, не то, что большой, потом неделя-полторы, в общем-то. Ну, как минимум, ты сейчас назвала 8 городов, я посчитал. А, ну, две недели почти. Уже хорошо. Для нас-то небольшой тур. Ну, информация об этом туре так и так есть в группе. Да, есть в группе ВКонтакте все это. Хочу сразу предупредить московских и питерских слушателей, это последний концерт до декабря месяца. Поэтому не пропустите. Если кто-то хочет лицезреть наши, как я писала, веселые детские лица, лицезрите. Секундочку, а чего ты так-то сразу? У нас только март, апрель на дворе, а ты сразу уже ставишь такие рамки. А, потому что мы точно уже знаем, что концерта в Москве и в Питере больше не будет. Почему? Ну, там другой график, честно, сформируется. Всякие мы будем открывать новые земли. А, то есть вы решили все-таки до конца года кататься? Ну, да. У нас летом запись третьих снов о земле. Осенью начинаются по катульке, по другим всяким местам. Ну, в общем, понятно, хорошо, что я могу сказать. Очень хорошо. Здесь сейчас найти бы в чате на планете... Второго, кстати, про выпуск альбома. Альбом «Необитаемый» можно будет не только на концертах купить. Его можно будет купить на сайте музыкона, начиная со 2 апреля на iTunes, на Google Play. Купить лично у Олеси Широбоковой, у нашей клавишницы, заплатив ей 300 рублей ВКонтакте. Так что все это было доступно уже со второго числа. Вот нашел. Гайдаш, так, что ли, называется человек? Не знаю, как читается с латиницей, но, видимо, гайдаш. Вопрос задает весьма странный для меня, но, тем не менее, может быть, что-то ответишь. Вопрос немного нервный. Как вы воспринимаете свой успех? Дальше развивает он мысль. У вас, помню, с первого выступления еще в программе «Живые судьбы на маяке», когда вы как бы были не в фаворе, а сейчас ого. Вот мне интересно, что... В понимании человека быть в фаворе и не в фаворе. Не в фаворе у кого мы были? Вот я тоже хочу понять. Не знаю. У кого были, кто был. Вы нас ненавидели? Да, мы вас звали и скрипели зубами. Я ненавидел. Думали, какая же мерзкая группа-то немного нервная. И сейчас я буду сидеть с ними два часа. О чем мне с ними... Я не знаю, что имеет в виду этот человек, но, тем не менее, видимо, если перефразировать вопрос, что произошло с вами за почти три года? С тех пор, как на маяке еще он вас услышал. Очень много всего произошло. Мы выпустили много альбомов. Три или четыре, я уже даже не помню, а может и пять. Мы объездили очень много. У нас, правда, сильно выросла аудитория. И я, правда, приписываю эту часть успеха передаче живой, на самом-то деле. И на маяке, и на всех остальных радиостанциях. На всех остальных какие? Наше радио? Это звучит так, знаешь, как будто... На трех радиостанциях мы у вас были. На каждой радиостанции мы у вас... На некоторых по два раза даже. А аудитория растет. Плюс, я надеюсь, что растем мы, как музыканты. С этого года мы начали сотрудничать с концертным агентством, с концертным агентством Dark Media. Посмотрим, что принесет нам сотрудничество. То есть мы уже попробовали. То есть вроде как начало было славное. Веселое. А что значит начало было славное? Что это было значит? Мы проехались пробным туром по городам Поволжья. С организаторами. Суть в том, что мы давно так не веселились в турах. Мы давно так не отдыхали и не веселились. Вы поехали музыку играть или веселиться? Мы поехали играть музыку, но заодно веселиться. То есть когда тебе не нужно таскаться с поезда в такси, с такси на концерт, пересаживаться в 4 утра на самолет. То есть ты наконец поняла, что такое райдер. Да. Наконец-то ощутила себя музыкантом. Спишь не в спальнике на бетонном полу, а в гостинице. Ну, как бы в этом есть свои плюсы. И ты выходишь на сцену такой отдохнувший, а не такой поспавший на бетонном полу в спальном мешке. И это по-другому как-то все ощущается. Ну, это приходит потихонечку известность коллектива. Наконец-то. Слава богу. Не в фаворе. Видимо, он имел в виду, что вы были тогда не так известны, как сейчас. Ну, вероятнее всего. Я просто всякий раз говорю, что слово имеет значение. Словом и убить можно. Поэтому каждое слово все-таки лучше подбирать или находить какие-то ему точные очень значения. Потому что вы тогда были не в фаворе, а как сейчас. Вот интересное дело. Просто, видимо, имеет в виду человек, что тогда вы были не так известны, как сегодня. И я соглашаюсь с тобой. Я тоже считаю, что часть вашего успеха лежит и на нас тоже. Я нисколько не снимаю с себя этой ответственности, потому что мы с радостью и удовольствием всегда представляем вас в публике, особенно когда есть новая программа. С удовольствием и радостью я беру ваши песни в ротацию и в премьеры. Это очевидно совершенно. Потому что вы прекрасны. Ну, прекрасны. Все прекрасны. Все. Даже небритые люди у вас. Все прекрасны. Тарас прекрасны все. Слушай-ка, я не знаю, какие у тебя планы по музыке дальше, но вот поверь моему опыту. У меня жопы-то больше, ты же понимаешь. Вот сейчас бы как раз премьерную песню, которая в ротацию у нас идет спеть. Давайте. Что скажешь? Над мертвым гордым сон. Это я для тех, кто может быть до этого момента, уже 35 минут, как прошло с начала программы, не очень понимает, что... Ну, так бывает. Если звучит эта песня, она звучит сейчас в ротации часто, потому что премьера, те, кто слушает радио в постоянном режиме, сразу же поймут, в общем-то, ага, так вот эта группа-то. Это тоже такой момент очень важный. Ладно? Я потом историю этой песни расскажу. Она очень занятная. Конечно. Как всегда, живой звук. В программе живые. Здесь сегодня немного нервно. Поехали. Давай, делай свои фотоснимки, не просохшие пятна воли. Собирай свою тихую смерть на ботинки по этажам шапотов в гостинице. И носу крыслился, На всех ударе с тронцами, На первым городом солнце, На первым городом солнце. И кто вам скажет о том, Что никто не вернется, На первым городом солнце, На первым городом солнце. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Давай запечатляй на видео, Как пахнут ангелы и время, Как нас прошивают лучистые нити, Жаль, что их света никто не увидит. И нас укрыли свинцом, Нас укрыли взгранцой, Нам в гостюм городом солнце, В гостюм городом солнце. И кто скажет о том, Что никто не вернется над мостюм городом солнце? Я... Я венера, я венера Я венера, я венера Ну вот, смотри. Народ сразу стал кричать, это хитяра, это хитяра, хит всех хитов, песня всех времен и народов, ну, и так далее, и так далее. Немножко авансом, конечно, но песня хорошая. Но песня, правда, хорошая. Немного нервно сегодня здесь, с презентацией своего альбома. Краткое название альбома «Необитаемый». Длинное я попробую произнести чуть позже, потому что сейчас будем занимать время. Николай Перваков пишет, вот что слышал, старое лайвовое исполнение «Над мертвым городом сон», где Катя говорила, что песня не публичная. Она вызывала у меня некую жуткость. Теперь слышу, что немного нервно поет, и очень даже весело. Привет вам, ребята. Что за история в этой песне? Эту песню я написала 10 лет назад, будучи в городе Припять. Прямо вот, прям в городе Припять я стояла на крыше гостиницы «Полесье», от которой от времени уже отвалилась буква «П», и она называлась «Гостиница Олесье». И там были совершенно какие-то жуткие. Ну, то есть это было очень страшно. Мне Припять, кстати, снилось потом много лет после этого. Ты знаешь, не только тебе. Вот, но поразило меня это. Заброшенный город, там брошены вещи на улицах, какие-то ботинки, столы, то есть, ну, вот следы поспешной эвакуации, все это ничего. Я после этого, это была рабочая командировка у меня, после этого я пошла в музей Чернобыля в городе Киеве, и там я увидела, был стенд с фотографиями ликвидаторов. Это все были молодые, такие очень красивые, улыбчивые люди, то есть они все на фотографиях улыбались. И вот там я просто встала, как вкопанная, и просто стояла 20 минут, глядя на эти лица. То есть вот эти люди, которые в тот погибли, вот в тот момент, причем погибли страшно от лучевой болезни. И вот песня была написана после этого. Кто вам скажет о том, что никто не вернется? То есть она, может быть, веселенькая, но я много лет ее боялась играть, потому что для меня там очень страшный какой-то пласт воспоминаний с ней связан. Ну а теперь что? Теперь не боишься играть? Ну, теперь не боюсь, что там. Ну что, веселая песенка? Ну, веселая. Действительно, что-то не сыграть-то веселую, жизнерадостную песню. Знаешь, что ты начала вести дневники туров? Ну, вот буквально, да, в последнем туре начала вести. Так, и что ты пишешь в этих дневниках? О чем? Я пишу о том, что с нами происходит. С нами происходит много всяких веселых вещей. Иногда я это рассказываю в виде баек на концертах, но я много забываю, у меня плохая память. Поэтому записываешь. И тут мне сказали, Катя, записывай. Это настоял турменеджер Алексей, и мне пришлось записывать. И я вот отчет выдала. Оказалось, что каждый день с нами происходят какие-то смешные вещи. А если это писать, то потом, в общем-то, довольно забавно, довольно хорошо это можно рассказывать, читать, не знаю, продавать. Ну, что-нибудь можешь вспомнить? История, да. Ну, какую-нибудь, да. Ну, чтобы понятно было. В городе Пензе мы играли на телевидении. Передача, это интервью, тоже живое исполнение. В конце передачи видеовопрос от музыкантов, которые были на прошлом эфире, музыкантам этого эфира. Нам вопрос задала Омка. Мы ответили и говорят, Катя, теперь мы пишем твой вопрос следующему участнику. А кому ты не знаешь, да? Нет, я не знаю. Я секундочку подумала. Говорит, давайте, крупную у меня камеру, сейчас все. Вопрос такой. Поросенок Петя взял крышку от кастрюли и табурет. А что сделали вы, чтобы сделать мир лучше? Все посмеялись, закончили съемку. Я говорю, а кто следующий гость? Они говорят, Юрий Шевчук. Какую свинью ты подложила Шевчуку? Ну, Поросенка Петя им подложила. Какую же ты свинью подложила? Возможно, он запомнит группу. Я думаю, не забудет больше группу. Немного нервно с его Поросенком Петей. Ну, например, такое. Браво. Нет, ну он-то ответит. Когда-то давно это было записано? Это было записано две недели назад. Ну, интересно, он отвечал уже на этот вопрос, нет? Любопытно было. Анна Березина вот что пишет. Для меня есть три вида музыки. Внимание. Ужас. Напряглись, да? Можно слушать. И так хорошо, что случается передозировка. В прекрасном. Немного нервно для меня третий вариант. Ужас, можно слушать и немного нервно. Паузка такая возникла. Очень нежный, приятный голос, легкая, прохладная музыка, которая так невероятно контрастирует с радиацией текстом Юлия Усова. В слове с радиацией тут надо слово «с», а потом «радиацией». С радиацией текстом. Не-не-не, это два разных слова, чтобы было понятно, иначе так смех был неуместен. То есть пока жена не репетиции не слышит, признаюсь, немного нервно. Это одна из прекраснейших групп, которые я слышал. Увы, чудесно. Александр Берлизов написал. Вот. Тайна любит нас, тайна от жены, любит группу «Немного нервно». Ну, жену надо любить больше, естественно. Судя по всему. Ну да, жена же музыкант же, что же. Я же понимаю, кто это пишет. Посему понятно, что тайна, наверное, признаваться в любви. Кстати, сегодня за звукоречевским пультом Михаил Шкоренков. Давайте скажем спасибо Мише. Мы Мише в любви признаемся явно. Когда мы приходим на передачу «Живые», мы настаиваем, что был именно Миша. А сегодня не надо было настаивать. Его день сегодня рабочий. Так уж выпало. Счастье случилось для всех сторон. Надо петь дальше. Да. Чего будет? Временный блюз. Ага. Как всегда, живой звук. В постоянном, а не временном режиме. В программе «Живые». Поехали. Знаешь, на меня часы обиделись. Я убивал их. Время тридцать долгих лет. И все было одно. Но меня увидели в ориентировках. На стекле. И скрипели шестеренки, будто зубы, где-то между пламенем и огнем. И высокосный год был особенно грубым. Он даже украшал мне зубным днем. Но Габриэл играет в переходе. Петлов и Альпстронга на трубе. И уменяет временем выпить кофе. Зато есть время позвонить тебе. Знаешь, у меня календарь закончился. Я лежу разбитым до утра. И даже вся королевская конница Не смогла бы меня забрать. Но пускай отныне все будет правильно. И эти последние несколько дней Если мне их любезно оставят. Я хотела бы провести с ней. День перевели на час, и будильник сдох, и шарик замер голубой. И у меня нет времени сделать вдох. Зато есть время побыть с тобой. Перевели на час, и будильник сдох, и шарик замер голубой. И у меня нет времени сделать вдох. Зато есть время. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok При вокале все просто здорово Даже не понимаю на самом деле рад Я тому что этот альбом оказывается такой мрачный Или не рад Я знаю что мне нравится Суть то в нем то же самое В этой песне например неприкрытым текстом есть О том что у меня нет времени сделать вдох Зато все время побыть с тобой Почему мы поем грустные вещи Почему мы поем о смерти Чтобы люди ценили жизнь в общем то То есть в этой песне я прямым текстом сказала Все что я считаю важным Все что я считаю нужным Ну людям кажется что жизнь еще длинная Впереди еще много-много всего Это не так Можно успеть да на самом деле это совсем не так Я это очень хорошо понимаю Как ты рано начала это понимать на самом деле Я старалась Да ты молодец Николай Перваков пишет Хоть относительно недавно виделись Но уже очень жду вас с новым альбомом в Киеве И предвкушаю Обычно стараюсь избегать спойлеров До покупки альбома Но сегодня решил сделать исключение А пока довольствуюсь видеотрансляцией Да что спасибо ребятам из своего Да пожалуйста Николай Что касается поездок в Украину В тот же Киев Собираетесь? Я думаю что осенью Осенью будете? Мы были недавно там с квартирником в Киеве Ну я думаю осенью наступит время Презентации альтого альбома там Ну нормально все прошло? Да Ну в Украине сейчас трудно экономическая ситуация Это понятно То есть туда только с благотворительными концертами По сути То есть я очень люблю Там много наших друзей Там собственно наши семьи Там наше все в общем-то Но поскольку мы живем с музыки Заработать там сейчас с музыки невозможно Там надо ехать только по велению сердца И только благотворительными акциями То есть вот такую акцию мы планируем на осень То есть что-то чего-то будут стоить билеты на концерт Но это не покроет нам даже дорогу Мы к этому готовы Мы начинаем собирать деньги на эту поездку Мы очень ждем в России моржа Группа морж Да мы знаем Чудная совершенно Со 2 апреля пойдет эфир премьера Салерикола Песня Ну просто роскошная Так я ждал от них новинки Наконец она Эта новинка пойдет Если она сейчас слушает эфир Мало ли Ждем С нетерпением ждем приезда Боится Ну не боится Не получается что-то там пока Выехать оттуда Чтобы приехать к нам Но очень ждем и надеемся на то Что это произойдет Думала ли Екатерина принять участие В каком Вот хороший вопрос задает Таня Шишкова Хороший вопрос Думала ли Екатерина принять участие В каком-нибудь музыкальном конкурсе на ТВ Хочется чтобы больше людей узнавали О качественной музыке Талантливых исполнителях И может быть таким вот образом Время поющих трусов пройдет Ты думала об участии в телевизионном конкурсе Вот если думала То в каком ты думала В конкурсе принять участие Скажи пожалуйста И в каком собираешься это сделать Честно говоря Я не думала Но вот так Навскидку Если бы мне сейчас предложили Я бы наверное согласилась Не надо предлагать Ты сама думай о том Что надо принять участие В каком-то телевизионном конкурсе Прийти туда и сказать Я буду принимать участие В вашем конкурсе Я абсолютно уверена Такие красивые О чем твои песни Думаю Ну да ладно Все говорят Это сейчас кого ты имеешь в виду Нет не все Но там периодически Пописывают о том Что там Екатерина У вас такая красивая песня О чем она Такая ну да У меня странные люди Которые задают вопрос О том О чем ваша песня Ну о чем человек услышал О том и песня Да Один палка Два струна Мне интересно Спрашивают ли у Бориса Борисовича До сих пор еще О чем ваша песня Я уверена что да Думаешь да Всегда Ну ему то по барабану И зачем ваши песни А он только почесывает бороду И говорит Песни мои О любви и жизни Ну и говоря Отвечает я точно так Господу Богу Да и Господу Богу тоже Значит Временный блюз Пишет Мария Епаян Катя Вы читаете мои мысли Я пою эту песню сегодня Весь день Спасибо И прекрасная аранжировка Это уже комплимент музыкантам Аранжировка действительно Великолепно Здесь есть еще вопросик Ну даже не вопрос А признание Ляшев Алексей пишет С вашей музыкой Магией Я проехал десятки тысяч километров Они греют зимними ночами На трассе Дают сил по утрам Как и где бы я Не просыпался Люблю вас Ребята Пишет Алексей Ляшев Знакомый? Мы тебя тоже любим Мы тебя любим Мы приедем осенью Будем тебя любить Откуда он? Из Киева Ага А почему он катается Так много Десятки тысяч километров? Ну Автостопщик Автостопщик Или водитель? Нет Автостопщик А то есть он катается Просто потому что Ему нравится Ну видимо да Может дела у него Какие там еще есть Не знаю Просто мне интересно Если он так много километров Наматывает То наверняка Не просто так явно А как Откуда вы его тогда знаете Если он не связан с музыкой? Он был как-то Честно говоря Я этих людей знаю так долго Что я уже да не вспомню откуда Он как-то был связан с организацией концертов в Киеве Но я не помню как Помнишь ты Есть Леша Ляшев Хороший парень из Киева Который всегда приходит Всегда помогает А в Киеве еще он стоит на продажах Когда мне лень продавать Всякие диски Фенечки магниты Я говорю Леша попродавай И Леша ходит И он делает такую кассу Я не знаю как он заставляет всех покупать Выцыганивает у них деньги Может у него глаза несчастные? Ну возможно Ну я же не видел его пока Не могу сказать Но есть такие люди Которые глаза Которые смотришь и думаешь Надо купить Надо купить Как отказать этому человеку В принципе невозможно Вот иногда же Коренков делает такие глаза Смотрю и думаю Что он предлагает Да вроде ничего Купил у него наш диск Мы ему подарили А ты можешь купить Блин привезли кстати Привезли один диск И самое интересное Тираж будет завтра Самое интересное что сказала мне Гопенко Это мы Миши привезли Я говорю А вам то зачем? Хорошая постановка вопросов Хорошая постановка У вас этих дисков миллион уже Хорошая постановка Молодец Все вы тут молодцы Руслан Ильинов пишет В первый раз познакомился с группой В первом эфире живых Потом эфир на ютюбе Пересматривал раз шесть А в живую увидел на фестивале свое место В точке сборки Вот совсем недавно было И был покорен окончательно А что за история с котиком После которой ваш концерт Покинули две тетеньки История которую вы рассказывали В точке сборки У нас есть такая песня Сердце маленькой девочки Она такая женская Девочковая И там надо давить на жало Чтобы весь мир в соплях утонул И я перед ней Чтобы сильнее надавить на жалость Да Я рассказывала Я говорила вот что Чтобы достичь максимального эффекта От этой песни Представьте себе Все мертвого котенка И вот на этом месте Две женщины в Ижевске Встают и уходят А это начало концерта Прямо они купили билеты Прямо были на концерте Я думаю Ну может они опаздывают на автобус В начале концерта Мало ли чего они ушли А потом я подошла К человеку Который стоял на билетах Говорю А что они ушли Они ушли Разъяренные со словами Странная какая-то группа И тут я обрадовалась Это значит Что мы не мейнстрим Пока с наших концертов Уходят люди Мы не попса То есть вот так Ты ставишь вопрос Ну тогда Я могу тебе предложить Еще более радикальный ход Начинай Пожалуйста Концерт с котиков Ну я имею ввиду Представьте себе Двух мертвых котиков Наблюдай за тем Кто выйдет Я в конце песни говорю И здесь котенок оживает И убегает радостно Это уже не важно Но две тетенки-то уже вышли Пару песен спустя Ну спев например Теперь щеночка Спев например Что-нибудь Черные травы Например Или над мертвым городом Сон После этого говори А теперь представьте себе Пожалуйста Раздавленного автомобилем Маленького щеночка Мозги которого И наблюдаешь Еще трое вышли из зала В итоге Если так потихонечку Поступательно А теперь представьте Концерт Стаса Михайлова И смотрим Кто возвращается В этот момент Зачем ты сейчас Чистое святое К раздавленным мозгам Стас Михайлов Это наше все Так вот В конце концерта Ты будешь наблюдать Уже за тем количеством людей Которая все-таки Сохранила в себе силы Переварила все эти эмоции Вот это и будет твоя Аудитория Которая будет с тобой Навсегда Да Мне кажется так А тетенькам Привет большой Очень большой В прошлом году Группа в сокращенном составе Выступала в Питере На фестивале Sea of Ever У залива Будут ли в этом году Выступать На этом фестивале И какие впечатления Остаются от прошлого Юлия Кот Спрашивает Нас не звали Пока на этот фестиваль Поэтому не знаю Ну а как от прошлого Ощущения Это очень красивое место Это правда На берегу Финского залива То есть Потрясающий совершенно вид Потрясающий пляж Мы любим опен-эйр Тем более такой опен-эйр С видом на море И вот такая уютная Ламповая атмосфера Люди сидящие на песке Прямо под сценой Вот мы такое любим Чтоб всех расслабило Ну да Вот когда выходишь К людям расслабленным Сидящим на песке И говоришь Представьте себе Мертвого котенка И дальше Финского залива Человек Чук-чук-чук-чук Через весь финский залив Как я понимаю За-бу-гор Подальше От этой непонятной Группы Классная формировка Это надо записать Вот Денис Шашлов Пишет в жести Я понимаю Мы же сейчас Говорим о чем? Об альбоме черном Темно-синим Извини У нас Black Flate И металлофон составит Black Flate Да Black Flate 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Спойте просто дети Если можно Пожалуйста Она меня сразила И с тех пор Я полюбила Немного нервно Пишет кто-то без подписи На смс-портале Я не знаю Какие у вас планы сегодня Будете ли вы петь Что-либо Детей не будем петь Мы их пели в прошлый раз Да Ну я понимаю Извини альбом Но за сегодня только и альбом Нет Сегодня будет одна песня Которая в альбом не вошла Которая сравнительно новая И прямо нам она кажется Нам кажется Что надо ее спеть обязательно Она будет входить уже в следующий альбом Я пока не знаю куда Может она войдет В наш антивоенный сингл Который мы планируем И все никак не спланируем Хорошо Это как скажешь То есть это ваше решение Я же не могу настаивать Ни на чем Абсолютно Что хотите То и пойте Что нужно То и представляете Напомню Сегодня немного нервно С альбомом Необитаемый Это совершенно новый их альбом Вышедший Буквально В этом году Правильно Вот совсем-совсем Он вообще через два дня только выходит Если что После завтра выходит То есть мы делаем предпредпрезентацию Ну это вот презентация сегодня А потом начинается тур Официальная презентация Ну хорошо Будем Вонка Слушай А меня-то об этом и не предупредили Что сегодня даже так Эти песни вообще нигде не спят Вообще нигде Сейчас да Сейчас я так Важность момента Плечки так расправлю Важность момента Надо действительно это прочувствовать Почему я за рулем Сейчас выпил бы Ебогу За это дело Надо час чем-нибудь закончить Что это будет Это будет как раз песня Которую мы считаем нужным спеть Называется «На быстрее пуль» Я начала ее писать в Украине Закончила уже здесь И собственно в ней я тоже Сказала наверное все Что хотела по этому поводу сказать Как всегда живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня немного нервно Поехали Здравствуй Здравствуй Февраль не пришел один Снова болит в груди И не берет огонь Письма холодные как гранит Со всех берегов границы И с разных ее сторон И не забудь Есть те кто быстрее пуль Если расчеты верны И видит ли кто-нибудь Везет от них Непрогнутым молоком И все еще далеко Так далеко до конца войны После мне все объяснят потом Как не перейти поток Как не приступить закон Письма холодные как гранит Над гробей что вдоль границы И с разных ее сторон И не забудь Есть те кто быстрее пуль Если расчеты верны Но видит ли кто-нибудь Везет от них Непрогнутым молоком И все еще далеко Так далеко до конца войны И я надеваю траур На восточный манер Белый Как всякий кто будет слеп А всем для кого я пела Лямут черные травы На этой ничьей земле Но не забудь Есть те кто быстрее пуль Если расчеты верны И видит ли кто-нибудь И видит ли кто-нибудь Везет от них Непрогнутым молоком Но все еще далеко Так далеко до конца войны Всякий раз когда начинается заставка программы Живые Это бьющееся сердце Мы надеемся на то Что сердце сегодня Стучит у всех Кто слушает программу В такт и в ритм Гостям Присутствующим здесь Немного нервно Так называется группа Сегодня они презентуют свой альбом Необитаемый Это альбом Совсем свежий Песни с которого Даже поклонники Могут не знать Это значит Что сегодня Абсолютный эксклюзив Люблю эту группу Слушай ее Погружаешься в сказку В какой-то Свой прекрасный мир А Екатерина Моя любовь На долгие тысячелетия Огромный привет Группе Из города Владимира Ждем в гости Пишет Алексей Башан Ждут вас Всюду ждут Это же приятно Давай споем Давайте Что это будет? Это будет хозяйка борделя Это логическое продолжение Сердца маленькой девочки И жена-смотрителя маяка А я ведь любил песню Жена-смотрителя маяка Когда-то Как всегда Живой звук В программе Живые Поехали У нее Несколько лиц Несколько разных тел На любой вкус Под любой стиль Длинный список имен Те, кто ее хотел И зияющая пустота Среди тех, кто ее любил Утром Она курит и ждет Но никто не придет И будьте прокляты Все вы Она всех прогнала Она бы выпрыгнула С круизного лайнера Все внуки А в уголках и у вас Страсть Она тает ко сне Улыбаясь во сне Но может что-то еще Осталось Она нравится мне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Альфа Альфа Ладно Там плавно Плавятся плечи Она плачет И легче А в уголках и у вас Страсть Она тает ко сне Улыбаясь во сне Но может что-то еще Осталось Она нравится мне Она ресса мне Она ресса мне Она ресса мне Она ресса мне Я сейчас с легким трепетом Задам тебе следующий вопрос Когда писался этот альбом Ты сказала, что в альбоме Будет песня Прототипом, для которого Не в этом альбоме В третьих снах о земле Мы даже записали рыбу Вопрос снят, иначе я думал Что я чего-то просто не знаю Ну, как знать Как знать Сейчас чисто по-бабски сказала Катина Но как знать, интрига И загадка Я ребус Вопрос хороший от Ирины Жара Вопрос Как у вас происходит процесс создания песни Вы ищете тему, а потом пишете текст И музыку Или вдохновение просто приходит из ниоткуда Что сначала, музыка или слова И как долго это происходит Да это валится на меня Обычно целиком готовая песня И слова, и музыка, и тема Сказать честно, когда я начинаю писать песню Я иногда не знаю, о чем она То есть мне просто начинают приходить какие-то слова Я пишу, пишу, пишу А потом получается хозяйка борделя Ну вот, да И потом сама думаешь, что это Что я о чем хотела сказать Что это было вообще Но песня красивая Че ж теперь ее не выкинешь же, правда? Жизненная Жизненная, да Так, смотри Здесь есть тоже смс-очки любопытные Я сейчас прочитаю Как минимум Две Вот мне кажется, что было бы кстати Спасибо большое за то, что вы делаете Прошло менее двух месяцев А я жучу, скучаю В Нижнем вас ждут Лето не кончится никогда Следующее О песнях и историях Вот когда вопрос был О чем песня, да? Что Думаю, что у каждого слушателя В голове создается своя история Помимо той, что в ней Залужена автором И это прекрасно Спасибо Подпись Ан По-моему Очень точно Ну вот еще одна Хотя музыка и вокал Ничего общего со стимфонией не имеют Кроме нот Темная сторона текстов Чем-то их неуловимо роднит Мне не нравится это сравнение вообще Я считаю его неуместным То есть вообще группа стимфония не нравится Я считаю неуместным такое сравнение Ну извини, как написано, так и читаю Ну вот человек почему-то сравнивает Значит Раньше для меня немного нервно Были просто группой Которая играет фоном Нисколько не раздражает Но при этом и не цепляет Но вот сейчас слушаю И пробирает до глубины души Настолько эта музыка совпадает С моим нынешним состоянием И мировосприятием Пишет Алия Нуралина Судя по всему Нурулина Вот так И не раздражает самое главное То есть для тебя это самое главное? Ну важно не бесить людей Это важно там успокаивать Лечить, помогать Знаете, самое главное не навредить Это как в первой помощи Поскольку наша музыка Я надеюсь является каким-то Имеет некий терапевтический эффект Мне хочется верить Как многие нам об этом пишут Подорожник Как я в каком-то интервью пошутила Говорю, наша музыка Она как подорожник Ты приложи ее прямо к сердцу Все заживет И они прямо так и написали Там большая выноска была Музыка как подорожник Приложи прямо к сердцу Мы уружались всем со станкой Очень хорошая метафоричная фраза Музыка и должна лечить Мне кажется Потому как она на то и творчество На то и творчество и есть Чтобы лечить и ворчевать души Это же очень правильный подход Если ваша музыка лечит Если музыка не калечит Уже хорошо Приезжайте с презентацией Прошлого альбома В преддверии нового Странновато Но все равно это было шикарно Надеюсь, с необитаемым Доберетесь до Ростова-на-Дону Новый альбом чудесен Анастасия Егорина написала Доберемся осенью, скорее всего В Ростов? Да То есть ты настолько далеко знаешь уже? Ну, у нас сейчас далеко идущие планы начинаются То есть у нас графики сейчас там До ноября планируются Всякие дела Ну вот смотрите Даже до декабря получается Смотри, какая история Сейчас слушаю тебя и понимаю Внешне никак не изменилось в худшую сторону Я поняла, о чем ты сейчас говоришь А вот внутренне я смотрю Ну сколько времени прошло Уверенность появилась Это круто Это очень здорово Уверенность в том, что ты делаешь Действительно полезное, нужное Подорожниковое дело А сейчас, когда я задаю вопрос Какие планы Я смотрю уже и осень впереди Уже там и до декабря Знает Это говорит о том, что группа Немного нервно набирает обороты И страна Не только страна Начинает залюбливать этот коллектив Причем по делу И это здорово Меня вот гордость обуревает Правда Совершенно искренне Я чувствую, что далеко пойдете А главное в этом движении На самом деле не останавливаться нигде Привет из Крыма Когда будете у нас Адепты великого уравнителя ждут Владимир Бондарь написал Я не знаю Сейчас так трудно ехать в Крым Физически сложно просто Но мы обязательно доедем Я обещаю, что мы обязательно доедем до Крыма И Севастополь, Симферополь Как мы раньше играли Мы сыграем То есть ты обещаешь Да Рано или поздно это должно произойти Ну да, хорошо, если это будет рано А не поздно Сегодня, впрочем, как и всегда Мега шикарный эфир Но вот настроение у меня окончательно кончилось Пишет Андрей Ахипов Такие грустные треки Заставляющие задуматься Обо всем, что творится вокруг Может быть, я сегодня очень сентиментален Но песня, правда, очень сильная И текст, музыка В общем, ребята, вы молодцы Я включу этот альбом В свой трек-лист И обязательно куплю диск Но сделаю это немного позже Когда смогу Без трепета и грусти Слушать все это Хорошая, между прочим Минск тоже ждет Одного концерта прошлой весной Нам было определенно мало Станислав Барановский Давайте так Как уж пошли перечисления городов Сами начали Я не виноват Давайте мы сделаем перекличку Это дело такое полезное Слушатели это любят Будет, когда следующая песня звучать Уважаемые, пишите Из какого города вы слушаете сегодня эфир Я думаю, ребятам Музыкантам-то будет любопытно Насколько широка география Самого по себе Выступления сегодняшнего А еще вот, что я хочу сказать Это уже не имеет отношения к эфиру Это имеет отношение к завтрашнему дню Завтра же день дурака Да Первое апреля Вот мы приготовили для вас, уважаемые Сказать небольшой не могу Но мне кажется Удивительный сюрприз Этот сюрприз Начнет происходить В 12 часов дня В эфире своего радио И будет длиться аж 4 часа Я ничего больше не скажу Я сохраню интригу Включайте радио Ну вообще не выключайте В принципе Но как-то постарайтесь Оказаться рядом Своими точками Прослушивания с 12 часов дня Надеюсь, мы вас Этим сюрпризом Удивим И очень рассчитываю На то, что Сильно Порадуем Это случится завтра 1 апреля А сегодня мы продолжаем эфир С группой Немного нервно Сегодня презентация альбома Необитаемый Классный Качественный Очень яркий альбом Получился Что будет за песня дальше? Эхо Шагов по воде Как всегда Живой звук В программе Живые Поехали Мальчик мой Вот тебе все маленький И преданный дом горький Как водка со льдом Дым без огня Восемь оставленных тел Эхо Шагов по воде Больше И нет ничего У меня Это другая мечта В черном идем На покос Это другая любовь Смотрит прицел Из окна Это другая война Ставит меня Под вопрос Это другая война Мальчик мой Вот тебе нож Вот тебе путь На восток Ой Рембина Высок На рукавах Тихий Израненный Верновый С другими людьми Больше И нечего Здесь Отдавать Это другая мечта В черном идем На покос Это другая Любовь Смотрит прицел Из окна Это другая война Ставит меня Под вопрос Это другая война Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Обменялись интересными Жестами С басистом Все в порядке Все сыграно Все прозвучало Замечательно Ну что По географии Пробежим Да Сказали Ну что Никто не знает Где косякнули Кроме вас И кто Не обращайте внимания Поехали по городам Пробежимся Значит Исентуки Краснодар Сочи Новороссийск Краснодарский край Кроме И Ставропольский Череповецкий Ижевск Китова Эрфурт Это Германия Монреаль Это Канада Ульяновск Днепропетровск Надо ли объяснять Где Днепропетровск Тверь Челябинск Рига Это Латвия Харьков Буй Костромская область Балашов Саратовская Область Так Почему так все перебегает Вот Пермь Щучья Курганская Алчевск Луганской области ЛНР Орел Запорожье Челябинск Барнаул Китова Курганская область Гродно Беларусь Славянск Донецкая область Минск Чайковский Пермский край Тюмень Прага Алмата Вижевск Волжский Мариал Волжск Мариал Видное Пестово Новгородской области Семикрокордск Ростовская область Камрад Молдова Сыктывкар Саранск Мордовия Петропавловск Казахстан Семипалатинск Орел Москва Питер Понятно Дежегородская область Богородск Шадринск Второй раз Немного нервно На своем Уверен Не последний Пишет Оксана Ерофеева Днепропетровская Тула Южный Урал Минск Екатеринбург Казахстан Астана Даже из-под Екатеринбурга Кто-то пишет Нижний Новгород Уфа Так Антарктика Артем Артиков Ну не знаю Артем Артиков Это художник Который нарисовал нам Шикарный альбом Пока все песни понравились А чего он в Антарктике делает Ну мне кажется Он там шутит А он там шутит Хорошее место для шуток Минск Макеевка Донецкая область Екатеринбург Красногорск Даугав Пилс Кемерово Клинт Балакирево Ну и так далее География широкая И не только российская Как ты понимаешь Значит люди которые живут В этих городах В этих регионах Это и Казахстан И Украина И Беларусь И зарубежные наши слушатели Которых тоже достаточное количество Они знают группу Немного нервно Знают Любят Ждут Это очень Серьезно И сегодня у вас концерт Пожалуй на Одну из самых больших Крупных аудиторий В принципе в вашей истории Ну как мне кажется Выдохнула Надо переварить Это На самом деле в шоке В шоке? Да ладно Перестань Мы каждый вечер В шоке получается Чего вам то Шокироваться Это нормально Это совершенно естественный процесс Услышал первый раз Группу в живых Очень понравилось Потом оказалось Что группа приезжает В наш город Пошли мы с подругой На концерт И не услышали Ни одной песни Потому что Смотрели на руки Ромой Как он делал Все изящно И в то же время Быстро После этого у нас Появилась любимая фраза Это так же прекрасно Как пальцы Ромы Владислав Быков написал Что ты делал руками На концерте Рома Так ладно Еще бы девочки написали Но Владислав Быков Да да Но так он по этому С подругой же пошел Гидать подруга Пялилась пардон На пальцы Ромы А Владиславу Ничего уже не оставалось Как подыгрывать Пялиться на подругу Которая пялится на пальцы Ромы На пальцы Ромы Я не знаю Что ты делаешь Ну и то что он делает Руками Это красиво Потому что Когда он берет в руки Флейту Пальцы естественно Очень изящно Двигаются по инструменту Может быть об этом речь Вот Севастополь тут вот Нарисовался Кстати опять же Тула Люди Припоздали маленько Но тем не менее Все таки Отметились Что они здесь Они слушают Им это нравится Давай дальше Что это будет Маленькая смерть Это надо сейчас И котят себе представить Сразу И вообще маленьких Всех Животниках Ну что Готовы Как всегда Живой звук Программить живые Немного нервно Здесь поехали Я знаю Всех его женщин в лицо Он смешон Я знаю Как он врет И во сколько лет Мне было так Без него хорошо Но раз пришло Пусть подождет Коньяк на столе Где моя маленькая смерть Смотрит снизу Я не могу тихнуть Прости, родная Он Сомненья и бред Его со мной нет Смотрит снизу Но он и через лес Смерть К тому же краю Он доходит до самого дна Но не смеет Ах Связанный то ли судьбой То ли сетями Я на веревочке В небесах Воздушным змеем Он старается Не тянуть Но все же Тянет Где моя маленькая смерть Смотрит снизу Я не могу тихнуть Растит, родная Он Сомненья и бред Его со мной нет Но он идет Смерть К тому же Ах Где моя маленькая смерть Смотрит снизу Вверх Я не могу терпеть Прости, родная Он Сомненья и бред Его со мной нет Но он идет Смерть К тому же краю Замер я Замер в ощущениях И эмоциях Сегодня здесь немного нервно Ну, не в смысле Группа немного нервна Я надеюсь Вы меня поняли Правильно Много всех разных сообщений Я Юля против Но я отвечу на одно из них Сергей Капишет Смотрю, да перекличек Раздражает Приписывать города Независимого государства К территории К террористическим организациям Из трех букв Это выше меня Простите Пишет Сергей Капишет Я хочу объясниться Сергей Когда мы просим Перекличку Люди сами пишут Какого они города И когда они пишут Макеевка Например, там ДНР Я так и читаю Как написано Это позиция не моя Мы вообще о политике В политике не играем И о политике не говорим Но когда человек Например, пишет Севастополь Ничего не произносить это слово Что ли Ну, просто чтобы никого не раздражать Кого это сильно раздражает Что я могу с этим сделать Люди живут там Где считают нужным И называют эти Населенные пункты Так, как Считают для себя правильным Вот Лондон, кстати Лондон Это не произносить это слово Оскорбляет А вдруг Кого-то это оскорбляет Николай Кидаев там живет В Лондоне И слушает нас постоянно Оскорбляет нас Слово хорошее Я люблю Оскорбляет нас Да, ненавидим мы Лондон Просто потому что Город, который Раздражает Кого-то Оскорбесит он нас Бесит, да Не буду я произносить это слово Раз там люди живут Которые нас могут Ну, глупый Сергей Или как Сергей, да По-моему, Сергей К Перестаньте в конце концов Заниматься фигней Давайте слушать музыку Это очень важный момент Слушать хорошую Качественную музыку Погружаться в эту музыку Сердце в эту музыку Люди вложили Душу Правда, Кать? Да Ты же сердце вложила И душу Подорожник Прямо в альбом Откройте там Сердце или душа Сейчас, секундочку Вложила в каждый диск Открыл Вижу Нет, правда Очень красиво Еще раз напомню Что совершенно чудный альбом По оформлению По музыке-то вы слышите Вот Артем Артяков Он, кстати Его работы продаются В разных видах Их можно заказать Через интернет Он рисует постеры Оформляет там Часы, открытки Очень много всего Все смотрите Все покупайте Поддержите Молодого художника Молодого и чудесного художника И, кстати, да Вот если говорить уже о том Совпадении интересов Это ведь, наверное Из космоса все спустилось Ты готовила альбом Вдруг обнаружил человека Который Да Который может нарисовать То, что ты хочешь И человек согласился на это И сделал И нарисовал И потрясающе все это Выполнил в итоге А сейчас слушает И пишет, что ему музыка нравится А он до того, как Оформлял альбом Музыки не слышал? Я ему присылала Несколько песен То есть, чтобы понять Настроение Состояние альбома Так что Кое-что он слышал, конечно Очень хорошее сообщение От А Катерев Вот когда латиницей Сложно Катерев Судя по всему У Чехова есть слова В человеке все должно быть Прекрасно И лицо И одежда И душа И мысли У вашей группы Все прекрасно И слова И музыка И исполнение И басист Так Это что-то новое Почему ты вдруг Переключаешь Мой интерес На другого человека Есть какой-то Для этого повод Расскажи, пожалуйста Нет, ну просто Бас-гитарист Это те, на кого Всегда все переключают Если кто-то виноват То это всегда бас-гитарист А если кто-то прекрасен То это тоже всегда бас-гитарист Он и виноват И прекрасен Как басист Шрёдингера Одновременно То есть у вас в группе Все так поставлено Да Именно поэтому он сидит Плотно На высоком барном стуле И не захотел ни разу Подойти к микрофону Сидит, работает Делает Устанка Александровому не трогаем Он всего лишь барабанщик Поэтому не может быть Он ни виноват Ни в чем И хвалить его не за что Правильно я понимаю? Правильно я понимаю А Рому уже похвалили За его пальцы В принципе с него хватит А девочек, играющих На инструментах Сидящих там на клавишах На скрипке Тоже мы не берем в расчет Правильно? Басист Вот важный главный человек В коллективе Басист прекрасен Пишет Юлия Военков Тебя поддержали Вот Тебя поддержали Слушайте Ну Время-то как уходит Черт Смотри какая штука-то Если мы говорим уже о творчестве И говорим о нем Постоянно Просто потому что Программа посвящена музыке И Людям Которые делают Эту музыку Могу сказать так На сегодняшний день По моим ощущениям Более того По Извините за пафос Знанию музыки Которая есть в России На сегодняшний день Аналогов в группе Немного нервно нет Ну то есть Просто нет Есть масса групп Интересных Как и вы С точки зрения инструментов Да и скрипки И клавиши Вот такое все Нежное Прозрачное Чистое По звучанию Но узнаваемость Это такая штука Которая Дается не каждому Очень часто бывает Когда люди слушают Например какую-то песню Нового для себя коллектива Или там Даже известного коллектива Но неизвестную песню И узнать не могут Таких экспериментов Я провожу в эфире Достаточное количество У меня в ротации Масса песен От известных людей Чьи песни Никогда раньше Нигде не крутились в ротации Тут Зимфиро узнавали Одно время Просто 10 минут Не могли разобраться Кто это Неужели Зимфиро Вы понимаешь да О чем я толкую Это вот как раз Та ситуация узнаваемости Гопенко Спутать ни с кем По вокалу В принципе по тембру Невозможно С Зимфирой точно невозможно С этой точно невозможно Потому что у нее Другое совершенно звучание С этой певицей Тебя не спутаешь Скажи мне пожалуйста Вот эта история С узнаваемостью История с С манерой Вокальной Своеобразной Она чем-то обусловлена Или ты вот с детства так пела Ну как Наверное с детства Я петь никогда не училась Дело в том что Вот я как начала Там открыла рот петь Начала когда Вот так и пою с тех пор То есть что-то где-то В вокале у меня может То есть я научилась дышать Там единственное что я сделала А то что Меня многие винились Что я пою в нос Или там Не расслабляю челюсть Там пою сквозь зубы Когда-то там Шепчу там где не надо Вот я не могу От этого избавиться И да как бы А теперь уже не считаю нужным То есть возможно Это и есть манер мы Ну возможно Но говоришь ты немножко иначе Чем поешь Вот о чем речь Да Если ты говоришь То можно подумать Что это говорит другой человек А когда начинаешь петь А так оно и есть Я понимаю Другой человек Правда? Конечно Совсем в тебе два человека Один говорит Другой поет Другой танцует еще иногда Вот А у нас аплодисменты У нас гномики под столом Это как раз та история Тоже очень похожая Вот Владислав Ангеловский пишет Как так нет? А Магелланово облако? Ну нормально спутать Магелланово облако Немного нервно Мне кажется Может только человек С отсутствием слуха абсолютного А там мальчиковский вокал Тут девочковский вокал И манера совершенно Разная Я не говорю о том Что мало групп Играющих чистую Вот такую прозрачную музыку Я говорю о том Что спутать невозможно Небольшой вопрос Группе Потом прочитаю Кто написал Интересно А что подталкивает вас К дальнейшему творчеству В смысле Вы же уже просто Не представляете свою жизнь Без этой составляющей Или же ключевую роль играют Например поддержка слушателей Какие-то там цели Желание что-то изменить И так далее Спасибо вам за рекламу Может даже бомжевать В один прекрасный день Перестану По скриптам котенок Никому не нужен Живой Артём Артиков пик Нет Живой точно не нужен Так С одной стороны Мы правда не можем остановиться Мы не можем перестать Быть музыкантами Как-то мы привыкли Что-то к этому Мы даже пробовали Да Даже не получается С другой стороны То есть я не знаю Как у ребят Но я свои цели вижу В общем-то ясно То есть Не сказать что-то сильно Там глобальные цели Там я хочу сделать мир лучше Там как на конкурсе красоты Там я за мир во всем мире Но у меня есть Маленькая своя задача Петь О быстротечности жизни То есть Вот это Мой маленький Пунктик В большом Господнем плане Как мне хочется верить И вот Мое маленькое задание Которое я должна выполнить Ну я не знаю Правильно ли так считать Правильно ли так говорить Но я в это Почему-то верю И я надеюсь Что я этому заданию Следую В общем-то Ну наверное Следуешь Я не знаю Я тебе задание не писал Контролировать не могу Это совершенно точно Ты сама для себя его определила Поэтому очень верю Что ты ему следуешь Группе привет И виртуальную пачку Рузиков Пришлось В несколько ужина По расписанию Смотреть эфир Алексей Хижняков Что такое Рузики Рузики Это кукурузные палочки Это турменеджер Алексей С которым Концертное агентство Dark Media Они же Лейбл Музыкона С которыми мы Отъездили Вот тур Поположью Всю дорогу Он ел Кукурузные палочки Рузики Мы вначале Не могли понять Почему Пока не попробовали Потом Он уже не так часто Их ел Потому что мы частично Отнимали их Эти Рузики Съедали Рузики Это название марки Да Это марка В каком-то регионе страны Кукурузные палочки Рузиками называют Это марка Причем он ест только Рузики И мы теперь тоже Только Рузики едим Понятно Видишь как хорошо Наш водитель Олег Иванович Начал в какой-то момент Называть его Пан Рузик То есть просто Придал ему Такое имя Слушайте Но есть в этом что-то Правда Своя атмосфера Своя Не только атмосфера В этом еще и Сакральный смысл Какой-то есть Пан Рузик Важный человек Ну что Петь будем Да Что это будет Эта песня называется Я здесь Как всегда Живой звук В программе живые А здесь сегодня Немного нервов Поехали Это игра Никогда Ни за что Не закончится Я ставлю на черное Все что еще Может быть Завтра С утра Я жду Метро Равно Полчаса Что ты Снизойдешь И достанешь Меня Из толпы И ночь Ночь превращается В день И боль превращается В смех И в сон Превращается В смерть Я здесь Я здесь Я здесь Я здесь Я здесь Это кино Я смотрю под закрытыми веками Как нежность земли Опять обернулась войной И я все лежу Измученным зверем в траве Ну когда ты Ну когда ты Придешь И напомнишь Меня тишиной И ночь превращается В день И боль превращается В смех И в сон превращается В смерть Я здесь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они живут своей жизнью Да, живут отдельно от тебя причем жизнью Немного нервно сегодня здесь со своим альбомом Дай-ка мне листик, пожалуйста Я все-таки обещал, что я еще раз произнесу полное название этого альбома Альбом называется Необитаемый мир после ядерного лета И второго пришествия группы Битлз При участии инопланетян и поросенка Пети Сокращенно, так чтобы было проще в печати, в типографии И, собственно, восприятие альбом называется Необитаемый Все просто, понятно, лаконично, коротко Ну и группа, понятное дело, немного нервна Сегодня абсолютная премьера Потому что эти песни практически нигде никогда не исполнялись Публично Это презентация этого самого нового альбома После которой ребята поедут в тур Давай еще раз мы о туре скажем Когда, где? Второго апреля Москва Третьего Питер Пятого Тверь Седьмого Белгород Восьмого Курск Девятого Рязань Десятого Нижний Новгород Одиннадцатого Чебоксары Четырнадцатого Пермь Тринадцатого Пермь Четырнадцатого Черябинск Пятнадцатого Курган Шестнадцатого Екатеринбург Как бы и... И вот Когда я сказал начальству, что такой приличный тур Говорит, ну как приличный, так себе Ничего себе, так себе Ну давай вот это скромничать ты не будешь, да? Давай не будешь Для нас просто, для бешеной собаки Двадцать верст не крюк, как говорится Для хорошего музыканта Двадцать городов в туре Это вполне себе прилично Ну ладно Это вполне себе достойно Юлия Военкова пишет Господи У Ромы восхитительный голос Наконец-то он Это же он Это все Тараса А это все нас Я сейчас хотел к этому подойти Это наш басист поет И в Хиросимии, и я здесь Наконец-то Какой Рома молодец Когда еще Олеся петь будет С его восхитительным тембром Олеся У нас на самом деле все поют Просто нет Почему она не поет Олеся Олеся пела в прошлом альбоме Теперь учить Тараса А вообще поет не Рома Вообще поет Тарас Как Тарас Так вышло Но принимай, Рома, комплименты И на свой счет тоже У тебя тоже прекрасный голос У меня два вопроса к солистке Пишет Михаил Струганский Первый Ваше рассуждение о скоротечности жизни Это проявление страха смерти Или это что-то позитивное Это не проявление страха смерти Точно Поскольку я не верю в смерть Как в окончание жизни Животный некий инстинктивный страх Я думаю, есть у всех Кроме тех, кто по-настоящему Увидел суть этой жизни То есть во мне он наверняка тоже есть Но я Суть не в том, чтобы бояться смерти Суть в том, чтобы ценить то, что у тебя есть сейчас Мы живем в эпоху перемен Как Конфуция сказала Упаси вас Господи, жить в эпоху перемен Вот мы живем в нее Вокруг нас все рушится Города, в которых мы играли Сравнялись с землей Люди, которые ходили на наши концерты Мертвы, убиты на войне Мы живем в это время И надо ценить то, что у нас есть Вот мы сейчас сидим здесь Нам тепло, мы сыты Мы живы, мы здоровы У нас есть родные, друзья У нас есть любимые люди Это прекрасно у каждого из нас Мы начнем это ценить, только когда потеряем Не надо ожидаться этой потери Начните, цените, любите сейчас Говорите хорошие вещи Делайте, делайте правильные какие-то поступки Совершайте И вот тогда все будет по-другому Все будет хорошо Ну, я хочу в это верить Прорвало, да? Да Хорошо, нет, умница Ну, я так послушал тебя Я подумал, что, скорее всего, нужно бояться не смерти А бессмысленности жизни Да Когда человек живет бессмысленно Ничего против себя не оставит Кто это сказал? Многие люди умерли задолго до того До второй даты на своем надгробной плите Потому что живут бессмысленно Абсолютно ничего полезного не принося в эту жизнь Кроме удобрений Второй вопрос от Михаила Стругацкого У вас есть дети? Вы рассматривали когда-нибудь рождение детей Как способ обрести бессмертие? Детей у меня нет Я не рассматриваю детей Как способ вообще Дети — это отдельные люди Это не я Это не продолжение моего рода Это не продолжение Это не воплощение моих мечтаний Не сбывшихся Ребенок — это отдельный человек За которого надо взять на себя ответственность Почему ответственность навсегда? Условия моей жизни Пока неблагоприятны Для таких вещей в целом То есть пьешь, куришь, развратную жизнь Ну вообще как бы Я там лежу И более того, я считаю, что материнство — это выбор не для каждого То есть рождение детей нужно ответственно Надо подходить к этому со всем пониманием Со всем осознанием этого Я настолько ответственна, что пока не занимаюсь такими делами То есть ты настолько ответственна, что не можешь себе позволить ответственность за детей Да Интересно Я даже за кота не могу на себя ответственность взять Не то, что за детей Поэтому у тебя и котята мёртвая, я понял Да, за живот точно нет Какие волшебно правильные вещи сейчас говорит Катя Пишет Валерия Домбровская Ну вот И даже поддерживает тебя в этом Я с детьми очень согласен С первой частью ответа Ну я в данном случае имею в виду про смерть и так далее Соглашусь полностью А что касается детей Они стимулируют Это я, честно, не уговариваю Боже упаси Я просто так уж мысль свою позволю высказать Они, во-первых, стимулируют Во-вторых, когда ты видишь в детях некое отражение Более того, реализацию чего-либо Тобой, возможно, когда-то недостигнутого То это всегда приятно Более того, ответственность Она как раз и появляется Тогда, когда начинаешь чем-то заниматься Ответственным А так, до тех пор, пока нет этой ответственности Ты думаешь Нет у меня её А ты попробуй Как в том анекдоте Думаете, почему я детей люблю Думаете, почему я пятеро детей Думаете, я так детей люблю Мне сам процесс интересен 46-47 Это короткий номер для ваших смс Сначала пишите свои Потом делаете пробельчик Ну и, понятное дело, все ваши вопросы Эмоции, впечатления в виде смс Всем привет, Кать Привет от ребят из Ростова На Дону и Кирова Она знает Илья Оленев Оленев, да Оленев, всё-таки Оленев Как? Оленев Оленев Не знаю, это вы Илью Оленев Что мне рассказываете Давайте пить Что это будет? Давайте Это будет колыбельно на одной струне Как всегда Живые В программе Живые Здесь сегодня Немного Нервно Деревья растут Снизу вверх Твой кот уснул, как зверь Я прячу лицо в ладонях Ты отрицаешь смерть Глазницы полны тумана Но я узнаю тебя И слушаю словно музыку Приставленную к виску И недалеко до рассвета На стене рассветают тени Птицы растений Холмов укрытых травой И ты непременно сидишь В изношней моей постели Прекрасный, но призрачный Призрачный, но живой Твой враг и в косых лучах Все только здесь и сейчас Как нерожденного сына Печаль на руках качать И петь ему колыбельные Да все на одной струне И годы, и километры А то, чего больше нет 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 И недалеко до рассвета На стене рассветают тени Птицы растений Холмов укрытых травой И ты непременно сидишь В изношней моей постели Прекрасный, но призрачный Призрачный, но живой Кирпич к кирпичу плечом к плечу Я никогда больше не хочу Идти домой, чужой немой Когда вокруг растет стена Пока мягкий, пока честный, пока светлый Услышь меня Услышь меня Услышь меня Это услышал А вот, кстати, что касается Услышь, ведь действительно талант Человеческий, люди иной раз Слушают и не слышат Ты говоришь что-то, совершенно очевидное, понятное Как тебе кажется, и убедительное Человек кивает, потом уходит И совершенно в замешательстве Он ничего не понял, этот человек Слушать мы слышим, а вот слышать нет, не очень Вопрос Почему-то, товарищ Геодаш считает, что я могу его проигнорировать Вопрос-то хороший, кстати, напомнил он мне об этом А когда будет оставшиеся две части Разноцветных альбомов? Или же это третья часть, если так, то По оформлению и содержанию немного отличаются От тематики, заданной первыми двумя Четыре состояния Где, кстати? Третьи сны о земле будут презентованы следующей весной Насколько я понимаю А потом будут Четвертые сны о земле То есть либо осенью после, то есть после осени Либо уже еще через год весной Либо весной после весны Да, либо весной после весны Вот так Это альбом, который То есть был запланирован давно То есть вот так получилось, да Что мы выпустили две части снов и земли Сейчас у нас вот наконец-то подошел Дописался, завершился этот альбом Кстати, средства на этот альбом были собраны На краундфайдинговой платформе Boomstarter То есть это на народные деньги альбом записан Как выяснилось, в народных денег оказалось Ровно четверть стоимости этого альбома Но, тем не менее, мы всем его должны Поэтому, дорогие друзья Всем, кому мы обещали бесплатный проход и альбомы Вы придите, пожалуйста, на эти концерты Потому что Почта России Я не знаю, доставят ли вам эти альбомы Если мы с чем рассылать Но мы начнем Но я не беру на себя ответственности Может доставить, а может и не доставить Для вас вход все равно бесплатный Придите и возьмите этот альбом Я вас умоляю просто То есть руки жжут, что ли? Нет, я предвижу очереди в почтовых отделениях Поэтому я умоляю всех прийти и взять их вообще Просто на концерте Вот Алексей Сатанов пишет Отдельно отмечу очень точные, тонкие пассажи, скрипки В местах ее присутствия Крайне уместно Ольга Годятская Дополнение к и без того Замечательным, красивейшим мелодиям музыки Немного нервно, чарующему голосу И завораживающим песням Екатерина Гопенко Спасибо всем, причастным к данному действию Постараюсь снова попасть на их выступление Десятого числа в Нижнем Люди уже, видишь, как Заново пытаются билет приобрести заранее Может быть попасть на выступление Как же мало времени Буквально на одну песню у нас останется Только времени, судя по всему И придется прощаться Ты знаешь, что я тебе хочу сказать Слушал я все это дело два часа Слушал И вот что подумал Вы офигенные, ребятки И вы сильно выросли Правда Ну, извините, конечно, меня за мой Немножко менторский тон в данном случае Но я-то за вами Три года уж почти подглядываю Так, периодически Могу сказать точно Что рост очень очевиден Очень, не по-русски Рост очевиден, очень заметен, скажем так Этот рост, он не только в музыке Не только в том Как вы перебираете пальцами По струнам или по клавишам Или по флейте Это уже второй, третий вопрос А именно по насыщенности По наполненности По глубине По пониманию того Что происходит в музыке Я не знаю, на самом деле Имею ли я право на такие рецензии Но по мне так За те годы, что мы знакомы Вы переплюнули даже все Вот мои ожидания точно Совершенно очевидны Шагнули так высоко Насколько я даже не мог предполагать Этот альбом Действительно достойен того Чтобы войти Не люблю это слово В аналы Да, но тем не менее Куда деваться слово В русском языке Такое есть И наверняка Люди, которые любят Хорошую, качественную музыку Люди, которые любят Хорошие, глубокие тексты Люди, которые любят Сочетание того и другого Обязаны приобрести этот альбом Сколько бы он ни стоил В аналах Нет, а в аналы его потом внесут Уже историки Критики Собиратели Так сказать Коллекционеры Хорошей, вкусной Музыки Завтра Это в качестве анонса Я сообщаю сейчас Аудитории Программ «Жилые» Здесь опять-таки Новый альбом Представит группа Джин Тоник Это совершенно иная музыка Абсолютно другая По своему внутреннему Драйву По наполнению Не знаю По звукоизвлечению Если хотите Она Она другая Но тоже интересная Тоже интересная Поэтому прошу вас Не расслабляться Завтра тоже присутствовать В программе Будь нашими слушателями Зрителями Ну и еще раз напомню Что завтра 1 апреля С 12 часов дня И до 4 Как минимум Вас ожидает сюрприз Так что будьте рядом Со своими радиоточками В честь 1 апреля Как минимум Мы этот сюрприз Для вас запустим в эфир А дальше посмотрим Насколько этот сюрприз Придется по вкусу Может он будет постоянным Кто знает Как служится Чем закончите Сегодня Последнее Что мы сегодня сыграем Называется По эту сторону границы Спасибо вам ребят Спасибо что были Спасибо что не позабыли о нас И презентовали альбом Именно в программе Мы о вас помним всегда Спасибо вам Спасибо вам На самом деле Вот важно сказать Что я думаю Такого большого Творческого роста И такого роста Вот нас Как нашего музыкального присутствия В жизни В жизни разных людей Не было бы без вас Спасибо вам большое То что вы делаете Это очень важно Я сейчас заплачу Пой давай А вот теперь Можешь начинать Жги Олеся Жги Прощаемся До завтра Будьте здоровы Немного нервно заканчиваются В программе сегодня Поехали Замолчать молодым Замолчать молодым Замолчать молодым Субтитры создавал DimaTorzok Провожай Провожай поцелу Провожай поцелу им Провожай поцелу им Кто-то Кто-то должен быть По этой стороне границы Кто-то должен Жить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok